Что с тобой со вчерашнего вечера? Ничего. Пелин, ты всё равно расскажешь, если надавлю. Поэтому не утомляй меня. Говори, что случилось. Ты разговаривала с Эйран, мама? Откуда ты знаешь? Она тебе позвонила? Я узнала от Ферита. Мама, пожалуйста, не делай так. Чем больше ты делаешь, тем больше отдаляешь от меня, Ферита. Не лезь в мои дела, хорошо? До сегодняшнего дня он не звонил и не спрашивал тебя. Смотри, в каком он состоянии эти два дня. Мама, Ферит звонит мне, чтобы отчитать. Не из любви ко мне. Не делай этого. И тем более, не вздумай идти к семье этой девушки. Мама, я тебе говорю, ты слышишь? Да, я тоже из-за этого злюсь на Сейран, но её семья... Ни о чём не знает. Если узнает, ей придёт конец. У неё совсем ненормальная семья. Дела запутаются. Правда? Моя глупая девочка. Кто-то из них что-нибудь сказал или сделал, когда твоя жизнь пошла под откус. Ну, хорошо, что ты мне напомнила. Я и так думала об этом, но будет лучше, если сразу поговорю. Мама, не делай ничего. Ты на зло это делаешь. Почему ты так поступаешь? Мама, зачем? Я делаю то, что не смогла сделать ты. Слышишь меня? Поэтому не вмешивайся в мои дела. Сядь и завтракай. Я вчера поступила по-человечески и ничего не сказала её матери. Если Ферит, несмотря на это, звонит и отчитывает тебя, то заплатит за это. А Сейран ничего не может сказать ни тебе, ни мне, но заставляет Ферита звонить. Отлично. Она явно не знает, что Ферит звонил мне. Она думает, что мы не разговариваем с того дня. Я знаю, чего ты хочешь, понятно? Ладно. И я ничего из этого не делаю для себя. Я делаю это для твоего счастья, поэтому оставь всё мне. Мама, пообещай мне, хорошо? Обещай, что ничего не сделаешь. Послушай. Если ты поговоришь с семьёй этой девушки, Ферит всё воспримет в штыки. Почему ты не понимаешь? Почему ты не хочешь меня понять? Почему ты так поступаешь, мама? Снова плачет. Я сойду с ума. Хорошо. Не переживай. Ладно? Не расстраивайся. Ну, не плачь. Я решу. Хорошо, моя красавица? Саша? Здравствуй, сэра. Я Зерин. Мама Пелин. Мама Пелин. Дать, я слушаю. Сейчас я отправлю тебе адрес. Нам нужно срочно поговорить. Можешь приехать? Послушайте, госпожа Зин, мы не с вами ни о чем. У тебя есть некоторые вопросы. На самом деле я хотела познакомиться с твоей мамой и поговорить с ней. Но будет лучше, если сначала мы поговорим. Если хочешь, я могу сразу с твоей мамой поговорить. Как ты посчитаешь нужным? Подумай сама. Ты уверена, эта женщина будет действовать на нервы? Она угрожала, что поговорить с мамой. Что мне делать? Может, скажешь Фериту? Знаешь, мы не дали слово друг другу, что не будем ничего делать, не сообщив друг другу. Но что мне делать? Если я скажу Фериту, то он скажет, что сам поговорит. Эта женщина сумасшедшая, ненормальная. Поехала в офис, приехала домой, подошла к нам в торговом центре. Что из этого смог решить Ферит? Ферит, скажи, пожалуйста, ничего, абсолютно ничего. Да, ты права, тогда не надо говорить. А если поймет? Как он поймет? Чтобы понять, он должен поговорить с этой женщиной. Но это уже отдельная проблема. Верно. Посмотрим, что скажет эта женщина. Узнаю, что еще я не знаю. Пойдем. Вместе выйдем. Я скажу господину Латифу, что заеду домой. Ладно. Пойдем. 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 ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА